С наступлением осенне-зимнего периода тема использования световозвращающих элементов на верхней одежде особенно актуальна. Световой день становится все короче и водителям труднее заметить пешеходов. Сколько раз приходилось сталкиваться, я когда ехала даже с дочерью, вот идут не только пожилые, но и молодые люди в черных куртках. Вот тебе дождик, вот тебе самое темно, а они идут по переходу, на них никаких опознавательных знаков. И потом сидит дочка и возмущается, говорит, если бы хотя бы что-то на нем надето было светлое, по крайней мере было видно человека. Жительница деревни Белеутова Лариса Петрова рассказывает, в их населенном пункте есть много участков, где опасно переходить проезжую часть, особенно людям пожилого возраста. Я думаю, что вот у нас как раз переход очень быстро заканчивается, 15 секунд, а пожилые люди ходят довольно-таки все-таки медленно. Ну, у кого-то ноги болят, кто-то с палочкой, да. И, то есть, доходя до середины, уже начинается пульсировать быстро-быстро и такой. А если еще и будет эта одежда, то я думаю, что как-то будет это все-таки более удобно для пожилого человека. У нас муниципальные дороги, и вот за муниципальные средства в этом году сделано, значит, достаточное количество тротуаров по центральным дорогам. Но, тем не менее, не на каждой дороге у нас есть тротуар. А в темное время суток, даже при наличии уличного освещения, все равно есть такие места, где не очень видно пешехода. А автомобилисты у нас, к сожалению, не всегда соблюдают скоростной режим и правила дорожного движения. Инспекторы ГИБДД в деревне Горки провели очередную акцию «Засветись». На этот раз стать заметнее не призвали участников программы «Активное долголетие». Мы работаем с разными нашими участниками дорожного движения. В основном дети, но сегодня мы взяли вот эту категорию наших граждан, которые точно так же должны быть безопасными и видимыми на дороге. Опять же, если обращать внимание на возрастной ценз, то данная категория граждан медленнее передвигается по дорогам, плохо видит. И поэтому, естественно, они такие же становятся, можно сказать, беззащитными. Профилактическую беседу провели в досуговом центре «Юной». Сотрудники госавтоинспекции рассказали о важности светоотражающих элементов в темное время суток и показали, как правильно использовать фликеры. «Мы можем на свою сумочку это сделать, и он точно так же у вас будет работать. Точно так же будет маленький огонечек гореть при свете фар». В заключении мероприятия всем участникам встречи подарили световозвращающие браслеты и призвали обязательно их использовать в качестве повседневного аксессуара. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.